Телеканал «Наука 2.0», входящий в холдинг ВГТРК, расширяет зону вещания. Теперь он доступен на территории Латвии. Первыми «Наука 2.0» увидели жители Риги и уже успели оценить новый пакет программ о последних открытиях российских ученых. Целевая аудитория канала самая широкая, ведь его главная задача – объяснить сложные понятия доступным языком. Репортаж нашего субкора Екатерины Зориной. Телевизор в ее кабинете всегда работает. Инесса смотрит, оценивает каналы, переключает. Включила «Науку 2.0», а там продоменные печи. Хрупкая блондинка увлеклась. Про сложные вещи было рассказано простым человеческим языком. То есть донесено до телезрителя каждый нюанс, каждая мелочь, что дало человеку окунуться фактически вот в этот гигант производства стали. На мой взгляд, это очень-очень интересно. Посмотрела про сталь, теперь ждет про дельфинотерапию. Анонс был, советует канал другим. Кабельным операторам – ассоциация их объединяющей Инессы руководит. И школьникам – «Наука 2.0», почти видеошпаргалка. По физике, химии – еще многим дисциплинам. Я думаю, что данный телеканал создаст колоссальную конкуренцию по тематике такому известному бренду, как Discovery, его канал Discovery Science. Что меня еще поразило, что операторы, которых я познакомила с данным телеканалом, отослав им информацию, латвийские операторы приняли данную новость с радостью. И причем некоторые из них даже сказали, что они с этим телеканалом были знакомы уже некоторое время и ждали, когда он появится в Латвии. Причем заинтересовались новостями из области технологий даже в латвийской глубинке. В некоторых регионах по-русски почти не говорят, но смотреть про научный прогресс готовы. Хотя первыми российский канал о науке и обо всем на свете увидели все-таки в столице. Пока те 9 тысяч рижан, которым доступно цифровое вещание телекомпании «Изи». Меня, как технического человека, очень радует подобный контент, поскольку, скажем так, это интересующая меня тема. Я уверен на 99%, что этот канал будет очень востребованный. Балтийские зрители эту теорию подтверждают. По статистике, после информационно-развлекательных передач самая большая аудитория в Латвии у программ на научно-популярную тему. Я уверена, что в такой форме, будучи поданы, любая тема, абсолютное множество тем из окружающей нашей жизни, может быть воспринято на ура, наука, медицина, природа, биология, сельское хозяйство, все что угодно, любое направление нашей жизни, но всегда интересно углубиться, как-то расширить свои знания. Виктория Финансист утром перед отъездом в офис смотрит новости. Сериалы не любит. Прислушивается к голосу с экрана, только если он рассказывает о чем-то действительно интересном. Каналу «Наука» заранее симпатизирует, потому что до этого полюбила мою планету. К путешествиям по земному шару латвийские зрители охотно приобщились. Теперь готовы к его детальному изучению. Буквально недавно появившаяся моя планета, например, привлекла внимание сразу же. И я неоднократно ловила себя на мысли, что именно на этом канале я задерживаюсь чаще, чем на каком-либо другом. До Нового года латвийцы могут изучать науку 2.0 в тестовом режиме, то есть совершенно бесплатно. Екатерина Зорина, Владимир Елманов, Вести, Рига, Латвия. Продолжение следует...